Москва, западный административный округ. На ваших экранах очередная многоэтажка, которая находится на стадии активной застройки. И в этом видеоролике я вам расскажу интересную историю, как два года назад человек покупает здесь квартиру на этапе котлована с целью проинвестировать денежки и через 2-3 года забрать в большей сумме. Сколько это сумма, вы узнаете в этом ролике. И самое главное, мы расскажем вам о проблеме, с которой он столкнулся, на основании которой сейчас он не может продать свою квартиру и впереди его ждут суды. Что это за проблема и почему вы должны о ней знать, если вдруг вы когда-то соберетесь покупать себе квартиру в новостройке? Мы вам сегодня об этом расскажем. У нас будет принимать участие эксперт в области недвижимости, молодой человек, который хорошо разбирается в рынке недвижимости Москвы. В общем, друзья, присаживайтесь поудобнее, сегодня будет полезная жизненная история. Прежде чем мы начнем, короткая рекламная пауза и мы переходим к основной теме выпуска. Какой неприятный сюрприз может преподнести вам однажды утром полностью технически исправный автомобиль? А я вам скажу, вы можете прийти утром, сесть, нажать на знакомую кнопочку, а автомобиль не заведется в силу того, что у него сел аккумулятор. Может такое быть? Конечно же может. И вот здесь вам придет на помощь пускозарядное устройство JIC от компании JIC Energy. Да, аккумулятор садится не так часто, как хотелось бы компании JIC Energy. Тем не менее, может такое произойти, конечно же. Особенно в период пандемии, как рассказывают ребята, многие люди, у кого машина простояла одну-две недели, выходят, а машина не едет, никуда она не поет, пока ты ее не прикуришь. Бегать по двору, по дому, искать соседа, у которого есть подобное устройство. Ну, вы сами прекрасно понимаете, это время. Заказывать эвакуатор, который вам придет, прикурит автомобиль. Деньги. В общем, друзья, нужно обзавестись вот подобным устройством и на всю жизнь закрыть вопрос с севшим аккумулятором. Более того, это устройство многофункциональное. Помимо основной функции прикурить ваш автомобиль, что можно сделать очень быстро, если вы будете искать провода, соседа, подогнать машину, подождать, перекрыть движение, друзья, в общем, это целый геморрой. А вот с этим устройством вы приходите и в считанные минуты, в считанные секунды, я бы даже сказал, заводите ваш автомобиль, запускаете его. Джик идет как многофункциональное устройство. С помощью него можно зарядить ноутбук от 0 до 100%. Он имеет беспроводную зарядку, он имеет софт-тач покрытие, он имеет дополнительный фонарик. В общем, это устройство пригодится и тем, кто отправляется, например, в отпуск этой осенью. Друзья, подобное устройство сегодня стоит недешево, поэтому компания Джик Энерджи предлагает купить вам его с возможной рассрочкой, беспроцентной и без каких-либо скрытых платежей в виде страховки жизни. Вы поймите правильно, вот этот товар из серии, что в жизни по хозяйству всегда пригодится. Покупая его сегодня, вы забываете на всю жизнь о покупке подобного устройства. Узкозарядное устройство Джик от компании Джик Энерджи ждет тебя по ссылочке в описании. Переходите, знакомьтесь. По промокоду МАШКОВ вас ждет дополнительная скидка. Знакомьтесь, Дамир. Дамир, привет. Спасибо, что решил рассказать нам эту полезную историю. Хочу забежать наперед. У нас нет цели как-то там наказать застройщика, оскорбить его. У нас есть задача одна, донести до вас полезную информацию, чтобы вы знали, где бы вы не покупали себе квартиру на настройке, что вы с этим можете столкнуться. Ну а сейчас мы начнем по порядку. Дамир, рассказывай, 2018 год, ты занимаешься недвижимостью. К тебе обращается человек с желанием проинвестируют денежки, вложиться и чтобы через 2-3 года поиметь побольше. Как это происходило и сколько он вложил денег? Со мной клиентка продавала свою квартиру, после чего она решила сама проинвестировать. То есть не было задачи мне инвестиционный проект какой-то разработать. Она сама решила, что она купит у этого застройщика в определенном ЖК квартиру. Она, так скажем, обескураженная прекрасными видеорядами застройщика, классным офисом продаж, классными буклетами, макетами и максимально приветливыми менеджерами. Она подписывает договор долевого участия с застройщиком и о плохом не думает. За какую сумму она покупает квартиру? На этапе котлована. Получается, вот этого ЖК еще ничего не было, просто была яма. Да, просто яма. На этом этапе она купила квартиру в районе 6,5 миллионов рублей. Это какая площадь примерно? От 35 до 37, где-то 36 квадратов. Друзья, представляете, просто вдумайтесь, 2018 год, 6,5 миллионов рублей, человек покупает себе квартиру в 36 квадратов. Но это, я так подозреваю, это однокомнатная квартира. Это так называемая евро-двушка, нынче модная. Проходит 2 года, человек живет своей жизнью, катается мимо, видит, как все постепенно строится. Да. В какой-то момент ему нужны деньги. Да, то есть инвестор понимает, что объект хорошо строится, но возникла ситуация, когда необходимо было вывести средства. На этом этапе у человека возникают проблемы. Дело в том, что в этом договоре долевого участия, который клиент подписал, есть интересный пункт 5.5.2, сейчас его видите на экране, благодаря которому без согласия застройщика продать квартиру невозможно. А по закону таких пунктов быть не должно? Нет. Согласно 214-му федеральному закону, статья номер 11, у нас есть два условия, при которых мы можем продать эту квартиру, а точнее продать право требования по этой квартире. Первый пункт – это чтобы договор долевого участия был зарегистрирован, собственно говоря, и чтобы дом еще не ввелся в эксплуатацию, следовательно, не подписан акт приема передачи квартиры. Второе требование – чтобы за эту квартиру была выплачена вся сумма. Либо, если это ипотечные средства, то эти ипотечные средства, эти обязательства берет на себя покупатель. Если эти два пункта выполняются, мы можем продавать. В вашем случае эти два пункта были полностью выполнены. Да, у нас была покупка за наличку, у нас все выплачено. Да, и к чему я хочу подвести? Вы просто представьте, что вы покупаете, вы думаете то, что у вас растет объект, что это ваше уже, у вас есть документы, правильно? Да. Все то, что у вас есть недвижимость. И в какой-то момент вам понадобились деньги. Ситуации в жизни бывают абсолютно разные. Я уже даже не хочу говорить про страшные ситуации, когда людям нужны деньги срочно на лечение, еще что-то. И когда вот оно стоит, все строится, а ты приходишь, тебе застройщик говорит, не, нифига, у нас есть пункт, который условно незаконный, но ты его подписал. А подписал, потому что он не разбирался, что нужно читать, куда смотреть. Да, нужно понимать, что это очень такой психологический фактор. Когда ты приходишь, к тебе все максимально радушно относятся, все очень хорошо, все прекрасно, и ты просто не ждешь подвоха. Но когда тебе дают документ, и кроме того, в этом пункте есть такая фраза, как «немотивированный отказ невозможен». Тем самым застройщик как бы тебе обещает, что мы тебе не можем отказать просто так, ты сможешь эту квартиру продать. Но по факту ты не можешь ее продать, письмо на отказ застройщик не выдает, согласие, естественно, тоже не выдает, устно говорит, что просто это политика компании, поэтому мы не можем продать. Хорошо, мы переходим к шагу номер два. Вы начинаете уже общение с застройщиком, говорите, ребята, ну-ка, давайте нам нашу квартиру. Какие условия они вам озвучили? Значит, первоначально в декабре мы обращались, мы получили ответ такой, что окей, без проблем, мы дадим согласие за 200 тысяч рублей. Сразу вопрос, за 200 тысяч рублей, это какая-то такса, тарифа, или это просто на ровном месте кто-то там придумал? Это так называемый русский черный бизнес, черная экономика, менеджер получает эти деньги себе на руки, естественно, никакие бумаги в это время человек не подписывает, просто человек отдает 200 тысяч рублей для того, чтобы ему дали согласие. Человек, чья квартира, на это даже согласился, сказал, хорошо, я готов заплатить, нужны деньги, что происходит дальше? Дальше этот менеджер отдает запрос по поводу выдачи согласия, юроотдел этого застройщика решает, что мы не можем продавать, по непонятным причинам, опять-таки, политика компании. В итоге они отказывают согласию. Что дальше происходит? Что, точнее, может происходить? Дальше у нас два пути решения событий. Первое, это обращение в суд. Второе, это ждать, когда дом ведется в эксплуатацию. Кроме того, не стоит забывать, что когда дом ведется в эксплуатацию, чтобы зарегистрировать эти документы, застройщик тоже берет деньги, все те же самые 200 тысяч. Вот, кстати, друзья, вот здесь мы сейчас остановимся подробнее. Как-то раз мы снимали подобный сюжет про недвижимость, где покупал квартиру мой друг, и он тоже говорит, я вот заплатил 200 тысяч рублей. Слушай, расскажи, пожалуйста, за что застройщики берут 200 тысяч забот в эксплуатацию? Не за что, если коротко. А если более развернуто, то они это прикрывают как юридическое сопровождение, юридическую услугу. Что это такое? Это значит, что застройщик берет на себя обязательства, взять эти документы, сделать все правильно, правильно их подготовить и отправить в Росреестр. В принципе, все. И это можно сделать самому. Стоит это 2000 рублей пошлина, через МФЦ отправляет и все так же регистрирует. Вот, друзья, вот это очень полезная информация. Это что-то из серии, если говорить про машины, когда люди приходят покупать новый автомобиль у дилера, а ему говорят, с вас 10-20 тысяч рублей за юридическое сопровождение. Когда люди задают вопрос, а что это значит? Ну, чтобы у вас документы все были оформлены правильно. Они и так обязаны это делать, чтобы все было оформлено правильно. А здесь, ну, в силу того, что здесь, когда это все построится, такая квартира будет стоить миллионов 10, а не 6,5. Да, в районе 10 миллионов. Отсюда и цены такие. 200 тысяч рублей, казалось бы, уже не так много. Опять же, имейте в виду, наматывайте на ус. Собственно, какая ситуация сейчас разворачивается? Естественно, мы обращаемся в суд. Прецеденты о том, что именно этот застройщик проигрывал эти дела именно по этим вопросам, множество. Следовательно, у нас нет никаких сомнений в том, что мы судебное дело выиграем. Собственно, какие выводы можно сделать, да, кратко? Читайте, во-первых, то, что вы подписываете. Во-вторых, если вы не разбираетесь в терминологии, если вы не разбираетесь в юридических аспектах, если вы не разбираетесь в целом в документации, обращайтесь к каким-то специалистам. Ни в коем случае не навязывая свои услуги, обращайтесь к кому угодно, кто знает, что делает. Это какие-то должны быть кейсы уже выполненные и успешные в прошлом, то есть сталкивался человек с такими ситуациями, как давно он работает, в целом его бэкграунд и отзывы людей, которых вы знаете, которые могут за него поручиться. Дамир, вот такой вопрос. Смотри, вы сейчас будете обращаться в суд. Как ты думаешь, примерно, сколько продлится суд? Это же может растянуться на год. Ну, на год это не растянется. В целом, такие судебные дела в течение трех месяцев закрываются. Настолько проблема в том, что у нас может возникнуть вторая волна пандемии, что это увеличит сроки. Если ее не будет, мы, я думаю, что ближе к зиме этот вопрос закроем. Отсюда вопрос. Вы подаете, чтобы вам дали просто бумажку, что по решению суда человек имеет право продать квартиру, взыскать застройщика какие-то дополнительные средства на расходы на те же самые судебные тяжбы, юриста нанять. Возможно в такой ситуации? Честно скажу, вероятность низкая, потому что все-таки наша инициатива, и даже если застройщик проиграет суд, мы с него не взыщем. Благо, что там затрат не так много, но все равно неприятно. Но как бы прецедент в том, что люди взыскивали, такого нет. А сейчас мы переходим к этапу номер два. Посчитаем, кто сколько денег зарабатывает. Вот, друзья, смотрите, человек делал инвестицию. 6,5 миллионов он вложил. Прошло два года. За сколько нашелся покупатель на квартиру, которой дом уже видно, но он еще не достроен? Сколько получается? Нам удалось найти покупателя по стоимости в 9 миллионов ровно, учитывая, что у нас будут траты на налоги. Сумма, которую человек получает на руку, в районе 8 миллионов 600 тысяч рублей. То есть я получается 9 миллионов в минус 6,5, это у нас получается 2,5 миллиона и минус 400 тысяч рублей налоги, это 2,100. А теперь 2,100 мы делим на 24, ну, 2 года, 24 месяца. Друзья, вот такая цифра получается. Условно 87 тысяч 500 рублей, пока человек занимался своими делами, жил, рос, вот столько он заработал. Но при этом, это еще, скажем так, нужно иметь деньги свободные, чтобы вложиться. Многие люди покупают в таких новостройках квартиры в ипотеку на 20-30 лет, и, соответственно, вот так вот краткосрочный доход получить невозможно. Ну, согласитесь, 87,500 это нехило, но в тот же момент риски, как у нас показывает практика, есть. Риски высокие, причем нужно очень тщательно относиться к выбору застройщика, потому что, если у застройщика были какие-то подобные прецеденты, когда какая-то внештатная ситуация происходит, на самом деле это даже лучше, и посмотреть, как застройщик из этой ситуации выходил, что он предпринимал, какие действия, сохранял ли лояльность своих клиентов и так далее, потому что, как мы видим, данный застройщик, лояльность совершенно его не заботит, своих клиентов. Если застройщик не попадал никогда в нештатной ситуации, надо ухо держать максимально в остров, потому что мы не знаем, как он поведет себя в нештатной ситуации. И, естественно, надо смотреть на его реализованные объекты. Раз уж ты работаешь в этой сфере, расскажи, пожалуйста, вот прошла пандемия, что сейчас в реале происходит с рынком в Москве, в Московской области по недвижимости, покупают квартиры, не покупают, какое там дешевое жилье, берут торечки, ну, кратенько дай свою. Ну, нужно понимать, что после пандемии денег у людей нет. Их и до этого не было, сейчас еще меньше. Значит, что сейчас происходит? Мы все видели, что у нас понижение процентной ставки, у нас идет понижение первоначального взноса, у нас идет бесплатный, безипотечный год от пика, например, такая есть услуга. В общем, все пытаются как-то рынок расшевелить, чтобы люди как-то начали в отсеку влазить. К сожалению, это не помогает. К сожалению, продажи падают, к сожалению, количество сделок уменьшается. За последний вот этот период после пандемии количество сделок уменьшилось где-то на 60-70%. Это очень сильное падение. В связи с чем застройщики вынуждены понижать стоимость. По многим аналитическим данным можно сказать, что к осени наверняка стоимость в новостройках понизится. А на вторичке? На вторичке будет, естественно, реагировать на изменение этой стоимости и тоже будет понижаться, но дольше. То есть дольше по времени. То есть условно мы там понижение по новостройкам ожидаем там сентябрь, октябрь, ноябрь. Скорее всего, понижение на вторичке будет уже на следующий год. Что будет с этим строительством после этого периода? Никто не знает. Смогут ли они достаточное количество денег привлечь? Никто не знает. Спокойно себя чувствуют только те застройщики, которые распродали практически все свои объекты. Или там условно 90% объектов в их ЖК распродано, они, наверное, себя как-то еще комфортно чувствуют. Кто только на этапе строительства находится на первоначальном либо там до 50% готовности, они, естественно, испытывают очень сильный стресс, они испытывают беспокойство и они какие-то шаги к этому предпринимают, чтобы увеличить капитализацию. Ну и в завершение. Дамир, напомню на всякий случай людям, когда они хотят купить квартиру в новостройке, с чем они могут столкнуться? Ну, самое стандартное, про что знают, наверное, все, что дом может не достроиться, застройщик может обанкротиться, разъехались, вот это вот остался скелет и все, чао, пока. Что еще? Самая распространенная, наверное, проблема это срыв сроков сдачи в эксплуатацию. То есть, условно, у нас по документам в июне условные цифры возьмем этого года должен быть дом введен в эксплуатацию. Дом в эксплуатацию не вводится уже и в августе и вряд ли будет введен в сентябре и так далее. И эти сроки могут переноситься очень долго. В итоге дом как бы практически построен, но это могут быть разные моменты. Это может быть несогласование каких-то документов, это может быть неправильное отсутствие разрешения на то, чтобы дом ввести в эксплуатацию и так далее. То есть, это может быть документальный момент, то есть, не капитальный. В плане того, что это не долгострой. Это когда-нибудь введется, но это долго. Это второй момент. Третий момент. Может быть, что когда вы приезжаете и смотрите квартиру, и когда вам просят подписать акт приема и передачи этой квартиры, вы понимаете, что квартира находится в каком-то ужасном состоянии. Условно там окна должны были быть такие, стоят какие-нибудь дешевые. У вас там должна была быть такая проводка, если она присутствует, ее вообще нет, либо она сделана очень плохо. Или если вы покупаете квартиру с отделкой, что когда вы подписываете документ, вы понимаете, что и за что вы платите, что будет установлено, какая отделка. Вы понимаете, что там совершенно другая отделка установлена, что она некачественно установлена, либо что она дешевая и так далее, и так далее. Естественно, принимать объект тоже надо правильно. Это третий момент. Четвертый момент, как у нас с согласиями. То есть смотрите на договор долевого участия, который вы заключаете. Смотрите все пункты. Ищите человека, который сможет свежим взглядом посмотреть на все эти пункты и сказать свою рекомендацию или какое-то свое мнение. Стоит такое подписывать, либо нет. Если не стоит, то что нужно сделать для того, чтобы как-то этот договор либо его сам модифицировать, либо заключить дополнительные соглашения неотъемлемой частью договора, которые являются, чтобы вам было комфортно, спокойно, и чтобы вы могли прогнозировать дальнейшее действие своим объектом недвижимости. Дамир, спасибо тебе большое за то, что ты нам сегодня внес полезную информацию. Друзья, это жизненная история, с этим может в жизни столкнуться каждый. Когда-то, рано или поздно, нужно будет либо брать ипотеку, либо брать кредит на улучшение своих же личных условий. Более размазать кашу по тарелке не стоит. Мы донесли до вас самое основное, самую полезную информацию. Новостройки сегодня востребованы на рынке. Люди берут ипотеки, идут покупать их, берут ипотеки на 20, 30, 40 лет. Люди копят последние деньги от того, чтобы отдать 6-7 миллионов на этапе застройки за квартиру в 36-40 квадратных метрах. Вот такая жизнь в Москве. Вы скажете, да нафиг она кому-то нужна. По стране, по нашей куче подобных примеров, совсем другие цены, но там и у людей совсем другие доходы. В общем, друзья, я надеюсь, подобные сюжеты вам интересны. Пишите ваши вопросы, пишите ваши советы, что еще снять на подобную тему. Выберем самые актуальные и полезные вопросы и, соответственно, воплотим их в реалистичный сюжет. Все полезные ссылочки я оставляю в описании. На Дамира я ссылочку оставляю в описании. Вдруг у вас возникнут какие-то вопросы по объекту, он сможет вам на все эти вопросы ответить. У меня на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok